В условиях жесточайшего кризиса на многих предприятиях украинские чиновники успешно пополняют бюджет страны-агрессора. Речь идет о закупках российских удобрений. За три года мы перечислили России за минудобрения 500 миллионов долларов. Это 13 миллиардов гривен. Каждый день из России в Украину идут десятки вагонов с карбамидом и аммиачной селитрой. И блокада этому не мешает. На одной из перевалочных станций побывали наши корреспонденты. Канатоп, Сумской области, одна из крупных железнодорожных станций. До границы с Россией отсюда всего 100 километров. С началом блокады Донбасса каждый день здесь проходит все больше товарников с вот такими эмблемами РЖД. Российские железные дороги. Ездят, конерон стоят, пожалуйста, в парк выйдите куча. Полно бочки, а что возят? Газ? Все возят. В то время как Украина призывает миру жесточать санкции против страны-агрессора, местные жители каждый день видят, как идет торговля. Здесь на вокзале постоите, посмотрите, какие поезда идут. Локомотивы, они же со звездочкой, это российские. Если УЗ написано, это украинские. Все просто. Спрашиваем, часто ходят? Регулярно. Часть составов здесь останавливается для проверки и идут дальше. Но для некоторых есть специальный отстойник. Что в тех вагонах, не знают даже местные. Откуда мы знаем, что везут? Ездят в вагоны, кто что везет, мы откуда знаем, что там написано. Спрашиваем, как пройти к закрытому парку у железнодорожников. А он до вокзала доезжает, от центрального. А там по путям иди, шукает. Если не арестуют. Что охраняют за этой колючей проволокой, если даже местные боятся туда ходить? Проезжаем мимо охраны через открытые ворота. Тут же замечаем, идет разгрузка вагонов с удобрениями. Неподалеку от закрытого парка рядут штаба блокады. По словам военных, за последнюю неделю количество таких составов из России выросло в несколько раз. Видимо, идут в обход. Сегодня на 12.10, у нас прошло 17 потягив. Вагонов тут в среднем, скажем, по 50 вагонов. Российские везут сжиженный газ, бугилья. Мин Доброго. Уже третий год Украина официально с подачи Кабмина закупает российское удобрение миллионами тонн. С начала 2014-го мы импортировали российский карбамид и аммиачную селитру более чем на 13 миллиардов гривен. При этом украинские заводы простаивают. Химики уверены, все дело в коррупционных схемах, на которых наживаются наши чиновники. Каждый вагон удобрения сопровождается какой-то подачкой. Они поставляют сюда удобрение. Налоги платят там, значит, идут налоги на ту же армию. Это как? С моральной точки зрения. По нашим данным, с каждой тонны коррупционеры во власти получают 20 долларов. А значит, только за прошлый год кто-то заработал на этих мешках 50 миллионов долларов. И успешно продолжает зарабатывать. Кто стоит за этими схемами и почему Украина, с одной стороны, устраивает блокаду своих же территорий, в то время как через границу идут вагоны с удобрениями на миллиарды гривен. Эти вопросы к правоохранительным органам. Из Сумской области Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер.